Доброго времени суток всем друзьям! А можно то, что в четверг президент Байден участвовал в виртуальном саммите 27 лидеров стран Евросоюза. В официальном сообщении Белого дома говорится, цитата, «Президент подтвердил свою приверженность активизации отношений между США и Европейским Союзом. Он заявил, что сильный ЕС отвечает интересам США, отметив наши общие демократические ценности и крупнейшие в мире торговое и инвестиционное партнерства. Он призвал к тесному сотрудничеству в решении общих проблем, включая борьбу с COVID-19, борьбу с изменением климата, углубление наших экономических связей и обеспечение того, чтобы правила поведения в мире устанавливались демократическими, а не автократическими режимами. Президент также выразил желание США работать вместе с ЕС для продвижения общих внешнеполитических интересов, включая Китай и Россию. Кроме того, он отметил необходимость продолжения взаимодействия США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам». Конечно, все это более чем приятно слышать, в особенности после заявления Трампа о том, что Европейский Союз якобы был создан специально для того, чтобы использовать США, что ЕС является чуть ли не противником США после торговой войны, которую затеял СС Трамп. Кстати, одним из поводов к этой войне были взаимные обвинения США и ЕС в том, что они покровительствуют своим производителям самолетов Боуинке и Airbus, соответственно, ставя конкурента в невыгодные условия. С приходом администрации Байдена стороны быстро договорились провести переговоры по этому вопросу, а пока они проходят отказаться от взаимных претензий. Однако, нужно сказать, что в самой Америке мидии уделяли на уходящей неделе приоритетное внимание внутриполитическим вопросам, в том числе и на первой большой пресс-конференции президента, которая проходила в четверг. Ему были заданы только три вопроса о внешней политике. Ответы на них мы уже разбирали в четверг. Все остальные вопросы были о том, что происходит внутри страны. Джо Байден отвечал на вопросы четко, прямо, ни от одного вопроса не пытался уйти, и этим, конечно, очень радикально отличался от своего предшественника, который либо не отвечал прямо на вопросы, либо врал, либо ругал журналистов. Итак, основное, о чем говорил Джо Байден на пресс-конференции и в пятницу, отвечая на вопросы возле президентского самолета. Президент сказал, что планирует баллотироваться на второй срок вместе с Камалой Харрис. Джо Байден очень подробно осветил все аспекты ситуации на южной границе. В последние месяцы значительно увеличился в страну приток беженцев из стран центрально-американского северного треугольника Сальвадор-Гондурас-Гватемала. Люди переправляются на лунках через пограничную реку Рио-Гранде. В том числе увеличилось количество следующих в США, не сопровождаемых взрослыми, несовершеннолетних детей и подростков. Это увеличение произошло не потому, что Байден хороший парень, как сказал президент, и разрешает всем переходить границу. Увеличение потока беженцев из северного треугольника, как сказал президент Байден, это ежегодное сезонное явление в течение уже долгого времени. Поток беженцев всегда возрастает поздней осенью, зимой и ранней весной, пока температура воздуха ниже и позволяет совершить переход через пустыню. Как только становится жарко, этот поток всегда ослабевает. Точно так же увеличивался поток беженцев и в прошлом году, и в позапрошлом, и во все годы президентства Трампа. И увеличивался он не потому, что Трамп хороший парень. Люди бегут уже в течение многих лет из Гватемалы, Сальвадора и Гантураса от невыносимых условий жизни, нищеты, отсутствия работы, коррумпированности своих правительств. А чем больше коррупции в стране, тем беднее всегда живут ее граждане. Очень высокого уровня преступности. Что с этим делать? Администрация Обамы Байдена пыталась решить эту проблему тем, чтобы улучшить условия жизни людей в этих странах. В 2014 году было рекордное для того времени количество беженцев из стран Треугольника и прежде всего детей без сопровождения взрослых. Президент Обама тогда поручил вице-президенту Байдену заняться решением проблемы. В частности, провести переговоры с правительствами стран Треугольника и договориться с Конгрессом об оказании им помощи. Байден договорился с тогдашним республиканским большинством Конгресса и при широкой двухпартийной поддержке было в 2015 году выделено 750 миллионов долларов на помощь странам Треугольника. Причем деньги эти не передавались коррумпированным правительствам, а шли на конкретные программы, позволявшие улучшить условия жизни людей, расходовались под контролем, и каждая из трех стран Треугольника приняла на себя конкретные обязательства. Количество беженцев начало снижаться. В январе 2017 года в Белый дом пришел Трамп, который просто перестал выполнять этот закон и полностью свернул все программы помощи. Результат? Снова значительный рост количества беженцев. Еще одна проблема. По указанию Трампа была в значительной мере свернута инфраструктура в приграничных районах для приема беженцев. Джо Байден поручил вице-президент Камела Харрис ту же роль, которую поручил ему самому Барак Обама. Харрис будет курировать как ситуацию на границе, так и будет вести переговоры со странами Треугольника. Как сказал президент, остановить поток беженцев можно только одним способом – создать условия, при которых люди не будут бежать от полной безысходности. Люди никогда не бегут от хорошей жизни, от добра добра не ищут. Бегут от плохой, невыносимой жизни, когда нет никакой возможности обеспечить себя, детей, когда сама жизнь находится в опасности. Поскольку же беженцы пребывают, ими необходимо заниматься, в особенности детьми. Многие дети, переходящие границу, имеют обоих или одного из родителей в США. Такие дети будут передаваться их родителям. Дети, не имеющие никого в США, будут отправляться к своим родителям домой. Президент и его администрация понимают всю серьезность этой проблемы и будут заниматься ее решением. Цитата. «Вы меня избрали, чтобы я решал проблемы. Вот я их и решаю». Конец цитаты заявил Джо Байден. Президент резко критиковал принятие в Джорджии республиканским большинством штатной легистраторы нового закона о выборах, назвав его неамериканским. В Джорджии был принят в четверг и подписан республиканским губернатором Кентом закон, призванный значительно уменьшить число людей, участвующих в выборах и максимально затруднить голосование. Республиканцы считают, что это даст им возможность выиграть следующие выборы в Джорджии, поскольку их избиратели, в основном живущие в провинции, в маленьких городах и городках, исправно приходят голосовать в официальный день выборов. Очень многие избиратели демократов, живущие в больших городах, предпочитают голосовать досрочно и по почте. Ну, просто потому что официальный день выборов — вторник. Это и рабочий день, и стоять в рабочий день несколько часов в очереди на избирательном участке, и при этом успеть на работу очень сложно. Расстояния в большом городе другие. Что делает новый закон Джорджии? Он запрещает досрочное голосование по воскресеньям. По замыслу создателей закона это отрежет от участия в выборах очень много сторонников-демократов, которые не пойдут голосовать в рабочий день. Но главное — это норма закона поломает очень давнюю традицию воскресного голосования афроамериканских избирателей в Джорджии. Голосовать досрочно вместе в воскресенье, после воскресной службы в церкви, всем вместе отправляться на избирательные участки, а значит, по замыслу авторов закона, многие афроамериканцы, в большинстве голосующие за демократов, на выборы не придут. Согласно другим нормам закона, значительно сокращается число дней и время для досрочного голосования. Для голосования по почте нужно будет дважды делать копию своего удостоверения личности для того, чтобы запросить бюллетень и еще раз, чтобы послать ее вместе с бюллетенем. Организацией выборов больше не будет заниматься избранный государственный секретарь штата. Очень испугались республиканцы в Джорджии того, что республиканский государственный секретарь Рафенспергер поставил интересы страны выше интересов Трампа и отказался участвовать по требованию Трампа в фальсификации выборов в его пользу. Теперь выборы будут организовывать избирательные комиссии, которые будут назначать республиканское большинство в лекислотуре. Это большинство также записало в закон, что оно будет иметь право заменить в любой момент избирательную комиссию любого округа в Джорджии. Ну и вишенка на торте. Отныне в Джорджии уголовным преступлением будет считаться передача людям, стоящим в очереди, чтобы проголосовать, еды и бутылок с водой. Принес избирателю воду и бутерброд в тюрьму. Всего республиканцами в разных штатах внесены в местные регистраторы уже более 250 законопроектов, ограничивающих для избирателей возможности участия в выборах. Против закона, принятого в Джорджии, подано уже несколько исков. Суды разными группами, защищающими права избирателей. Джо Байден сказал, что Министерство юстиции сейчас также изучает этот закон, намекнув тем самым, что и оно может присоединиться к этим искам. Байден также назвал закон, принятый в Джорджии, законом Джима Кроу 21 века. Законы Джима Кроу — это серия законов, которые были приняты на протяжении лет в южных бывших конфедеративных штатах после окончания гражданской войны с целью всячески ограничить участие в выборах афроамериканцев. В 1965 году федеральный закон об избирательных правах гарантировал избирательные права всем гражданам и запретил южным штатам принимать законы, ограничивающие избирательные права афроамериканцев, и обязал их получать одобрение любых изменений в свое выборное законодательство от федеральной власти. Однако в 2013 году Верховный суд большинством в один голос, 5 к 4, признал это положение закона неконституционным, мотивируя это тем, что оно опирается на данные 40-летней давности. Это дало возможность южным штатам делать то, что сделало сейчас республиканское большинство в Джорджии, менять свое избирательное законодательство без контроля федеральных властей. Действие таких законов, как принятый только что в Джорджии, можно было бы нивелировать принятием нового федерального закона о гарантиях избирательных прав. Такой законопроект был недавно принят Палатой представителей голосами исключительно демократов. Аналогичный законопроект внесен 49 демократами в Сенат. Под ними не подписался только сенатор Джо Манчен, объяснивший это тем, что не хочет поддерживать законопроект, который вообще не поддерживают республиканцы. И принять его в Сенате на сегодняшний день невозможно. Во-первых, для его принятия по нынешнему регламенту Сената нужно 60 голосов, их нет. Республиканцы закон не поддерживают. Они исходят из четко сделанного для себя вывода. При нынешних идеологических установках партии собрать большинство голосов избирателей она не может. И поэтому любой закон, облегчающий голосование, увеличивающий число людей, участвующих в выборах, для республиканцев неприемлем. Наоборот, как показывает пример Джорджи, они хотят максимально затруднить голосование, чтобы в нем участвовало как можно меньше избирателей. Для того, чтобы принять такой законопроект в Сенате, простым большинством голосов, нужно было бы изменить регламент Сената. Однако отказаться от Филибастера или, по крайней мере, изменить его правила. Мы уже говорили об этом. Филибастер — это продолжение обсуждения вопроса, пока за прекращение обсуждения не проголосуют три пятых состава Сената, то есть 60 сенаторов. При этом никакого реального обсуждения нет. Достаточно лидеру меньшинства поставить электронное письмо лидеру большинства, что меньшинство не поддерживает тот или иной законопроект. И все. В этом состоит сейчас Филибастер. И это позволяет партии меньшинства заниматься тотальным обструкционизмом. Ситуация, однако, такова, что из-за отмены или изменения правил Филибастера в Сенате тоже нет голосов. Вот что ответил Джо Байден на вопрос о том, что он думает о Филибастере. Цитата. «Вы знаете, что вам нужно 50 голосов, 51 голос вместе с голосом вице-президента, чтобы изменить право Филибастера. И прямо сейчас этих голосов нет. Вы знаете, в чем я относительно хорошо разбирался за свою долгую карьеру в Сенате? Это в том, чтобы выяснить, когда нужно двигаться, а когда нет. Чтобы двигаться, нам нужны голоса». Конец цитаты. Против отмены правил Филибастера выступают демократические сенаторы Манчин, Файнстайн и Синема. Правда, Файнстайн и Синема выразили готовность обсуждать изменения в этом правиле. Две обсуждаемые возможности отмены Филибастера при голосовании законопроектов, защищающих права избирателей, права человека и возвращении к реальному, а не символическому Филибастеру. Если оппозиционная партия желает продолжать дебаты, она должна обеспечить круглосуточные выступления своих сенаторов без перерывов и выходных, и в случае прекращения выступлений дебаты должны заканчиваться. Пока что все это происходит на уровне разговоров и обсуждений. Но очевидно, что республиканцы избрали в Сенате ровно ту же тактику, которую использовали при Обаме. Тотальный обструкционизм везде, где только возможно. О пандемии. Количество людей в США, у которых со временем начала пандемии было диагностировано заражение коронавирусом на 20 часов 16 минут субботы по времени Восточного побережья превысило 30 миллионов 240 тысяч. Число американцев, заразившихся коронавирусной инфекцией, в течение последней недели выросло примерно на 436 тысяч. Это примерно на 54 тысячи больше, чем недели раньше. Наибольшее число новых случаев в день на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней зарегистрировано в Нью-Джерси 48, Мичигане 44, Нью-Йорке 43, Род-Айленде 37. По состоянию на то же время 548 тысяч человек скончались от осложнений коронавирусной инфекцией с момента начала пандемии, в том числе 6 895 человек ушли из жизни в течение последней недели. Это примерно на 700 меньше, чем недели раньше. По состоянию на субботу более 91 миллиона американцев, 28% от всего взрослого населения, получили по крайней мере первую дозу прививки от коронавируса, в том числе более 50 миллионов, 15% от всего взрослого населения полностью вакцинированы. За неделю делалось в среднем 2,5 миллиона прививок в день, это примерно на 100 тысяч больше в день, чем недели раньше. Джо Байден во время своей пресс-конференции заявил о новой цели сделать 200 миллионов прививок за первые 100 дней его президентства. Цель абсолютно достижимая. Отличная организация прививок по всей стране с привлечением военных, агентства по чрезвычайным ситуациям и общенациональных аптечных сетей это действительно большая заслуга и достижение новой администрации. Спасибо всем, кто смотрел и слушал. Всем желаю здоровья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Также, как всегда, пишите, в какой точке нашей планеты вы слушаете и смотрите эти сводки новостей. Спасибо всем, кто же это делает. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.